Привет, мои дорогие зрители! С вами Элла Австралия. Я иду вот туда, в наш овощной магазин. Я здесь несколько месяцев назад покупала печень трески с икрой. Это была такая вкуснятина. И потом она у них закончилась. Посмотрим, есть ли она сейчас. Почём арбуза. 2,89 килограмм. Не забудьте, что это австралийские доллары. Они дешевле, чем американские. На американские, наверное, доллар 80 будет стоить. Ну, где-то так. А вот это вот 4 доллара. Здесь мандаринки. Вот эти маленькие, самые вкусные. А эти ещё меньше. 3,50 килограмм. Ну, наверное, 50... 50 центов за этот мешок. За миниатюрную авоську. А это что такое? А, это лук. Я сперва подумала, баклажаны, что ли, какие-то круговые. То ли ещё будет 2 доллара мешок. Здесь гигантские ботата. Сладкий картофель. Доллар 99 килограмм. Таким ботатом. Ой. Ребят, а у меня сил нету его поднять. Ну вот. Представляете, какого размера. И я так предполагаю, это ещё... Ой. А вот это. Ещё толще. О, какого. Вон, ещё принесли. Ну, апельсинчики. Что-то они... Какие-то невесёлые. Ну, пойдёмте с вами консерву искать. Авокадо маленькие. 6 долларов килограмм. Но я так смотрю, вот эти можно будет купить. Потому что они уже такие спелые. А ещё я сегодня хочу купить пельмени. Сделаешь видео, когда и тут музыка. Ядрё на корень. 800 грамм яйца. 5,39. Кейдж. Это значит, которые тюремные яйца в клетке выросли. В клетке снеслись, выросли. А это... Вот эти 6 долларов. Это 700 грамм. Это уже тех, которых освободили. И они гуляли на свободе. Как их потом собирать, эти яйца. Яблочки. Ну, пишут новый сезон. 6 долларов. Вон какие. Ой, красивый цвет. Груша. 7 долларов. Ну, сейчас маленькую пробежку здесь сделаем. А потом пойдём консервацию искать. Это что такое? Персики. Ну, их уже, знаете, как это... Не знаю, там внутри они раздавленные. И вот это вот тоже что-то... Ой-бой, вот это им надо убрать. Это уже... Говорят, пиши, пропало. Вот это уже пропало. За 2 доллара. На улице сегодня 32. Ребят, не забудьте, у нас весна. Весна красна. Самая горячая весна. Вообще, когда... Когда-либо было такое в Австралии. Драгонфрут мы с вами уже покупали, пробовали. Или я не тот фрукт купила. Ну, в общем, выглядит красиво. А на вкус мне не понравился вообще. Свёкла 4 доллара килограмм. И тоже я бы эту свёклу не стала покупать на борщ, потому что она розовая. А если не купите чёрную свёклу, тогда борщ будет невкусный. Картофель. Картофель 2 за 6,50. Тут Red Potato 2 килограмма 5 долларов. Значит, по 2,50 за килограмм картофель. Помытый, побритый картофель 5 долларов. Этот 4,50. Этот 3,50. Значит, это надо было... 1,50 за то, что его помыли. Это будет стоить... В общем, килограмм помытого картофеля будет стоить на 1,50 дороже. Так. Я уже сто лет не делала крошку. Кориандр 2 доллара. Про крошку вспомнила, как только увидела редиску. Редиска 2 доллара. 2 доллара. Ай, не прыгай, редиска. Ну, она что-то... Ну, маленькая. Потому что там на видео будет выглядеть большая, но маленькая. Так, не видать борща. Потому что и здесь тоже розовая свекла. Я почему думала на лук, что это баклажаны. Я думала, они же там запечатаны. Я думала, может, это вот это вот. Я не знаю, девчонки, вы готовили с таких баклажан что-нибудь, с маленьких? Или только намучаешься, что они маленькие, а вкус такой же и будет. А вот эти вот, я вам уже раньше показывала. Раньше я думала, что это зелёные помидоры, а это тоже тай. Тайландские баклажаны. Тайские. А мы медленно продвигаемся консервом. Щавель консервированный. Литовский. Видите, пишут, изготовлено в Литве. 6 долларов. Но я считаю, это нормальная цена. Кисель. 3,50. То, что в Австралии не продают. Вы можете купить всё, но только не щавель. Если сами его не вырастите. Я уже раньше пробовала, готовила. Это, конечно, не как из свежего, ну, хотя бы, чтобы вкус не забыть. Так что, ребятки, кто находятся в Сиднее, знаете, что вы можете пойти в магазин купить и хотя бы, ну, реально не забыли вкус. Потом я здесь покупала очень вкусное варенье. Обалденное. Вот это. Ой, нет. Я сегодня его тоже куплю. Ой-бой. Слушайте, нифига себе. Это что, оно, что ли? 10 долларов. Или тут цена не так. Ну, это вообще грин. Не могу понять. Но оно было не дешёвое? Это от него цена или нет? Ну, в общем, всё равно куплю вот это вот варенье, как домашнее. Борщ. Солянка. Солянка, где её сделали? По-моему, в Германии. Сибирия групп. В общем, всё тут перемешано, не поймёшь. Здесь на немецком пишут. Тут Сибирь. Здесь на русском, опять на немецком. Ну, в общем, дядя Ваня. Ой, а мне ещё надо... Я очень рада, что здесь можно купить аджику. Аджика – это тоже вкус детства. Только раньше её продавали. В таких баночках, как из-под майонеза. Идём дальше. Дядя Ваня Леча. Восемь долларов. Гречка. Восемь пятьдесят. Это шесть пятьдесят. Консервы. Вы где? Хоть бы вы были. Ой, они, по-моему, вот здесь были. Ну-ка. Или нет? Паштет из печени и икры трески. Ребята, нашла. Забираю всё, что тут есть. Стоит пять пятьдесят. Сколько тут банок? Раз, два, три, четыре. Шесть банок. Икра. Печень. Печень. Поехали со мной. А покупала, по-моему, при вас сделала обзор вот этой печени. Вот какую-то из них есть было невозможно. Вы знаете, я не знаю чего. Или там говяжья печень. Но это никак не печень трески, не рыбья печень. Там вообще какой-то был тихий-тихий ужас. А вот это вкуснятина неописуемая. Вареники пятнадцать долларов стоят. И семнадцать долларов пельменя. Мне нравятся вот эти. Ох ты что, три мяса. Двери скрипят. Знаете, как в песне. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Всё мне ясно стало. Теперь. Баклажаны стоят 3 доллара килограмм. Я, наверное, два пакета куплю. И замариную. Я вам показывала, как я их мариную. По рецепту брата получаются вкуснее, чем грибы. А здесь находится, ой-бай, ой-бай. Белая редька. Это где ж она выросла-то? Ну, вы можете себе представить. Вот эта вот тележка. И больше, чем наполовину телеги занимают... Ой! И сколько же на килограмм? На килограмма три, наверное. Вот так, да. Вы знаете, я купила кориандр. Потому что многие ставят укроп. А я попробовала в баклажаны поставить его. Ну, девчонки, мальчишки, вы не поймёте, что это кориандр. Это получается такой пикантный вкус. Что-то невероятное. В первом комментарии под этим видео я поставлю ссылку, как я готовила маринованные баклажаны. По рецепту моего брата. А очень многие вы приготовили и до сих пор пишите спасибо. Вы можете приготовить их и с укропом. А я сейчас готовлю с кориандром. Так что, кто не готовил, рекомендую. Знаете, ну, сколько вышло? Сто, хотел сказать, рублей. Сто тенге. Сто долларов двадцать семь копеек. А на американские, наверное, семьдесят пять долларов. Это доллар Бабаев прыгает. Ну, в общем, купила то, что вам и говорила. Вот мне интересно, сколько это варенье стоит. Сейчас посмотрю. Три двадцать девять баклажана. Мешочек вот этот вот целлофановый. Десять центов. Так, так, пельмени. Твою дивизию, муха? Уходи. Чеснок купила. Четыре сорок. Кориандр. Доллар девяносто девять. И где? Да, ребят. Вот оно. Четыреста семьдесят грамм. Девять долларов девятнадцать центов стоит варенье. Вот такая цена. А баночка, я вам хочу сказать, небольшая. Ну, вот она. Сколько там? Четыреста семьдесят грамм. И одно время не было вот этой лапши. Очень тоненькая, как домашняя. Так что купила, пока есть. Дорогие мои. Ну что, а я поехала домой и буду готовить импланты. Импланты. Ой, баклажаны мариновать. Всего доброго. И увидимся очень-очень скоро. Пока, мои дорогие. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok